Пасуй! Пасуй! Давай, пасуй! Пасуй! Давай! Стой! Беги! Беги! Пасуй! Беги! 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 Девчат, вы Тимку видели? Он с протажами в мяч играет! А где они играют? У проволоки! А в нас песком гуляют, чтоб мы не хотели! Тимофей! Давай, давай, давай! Тима! Давай, давай, давай! Стой! 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 Тихо! Стой! Тима! Стой! Стой! Мам, мам, там чё смышь? Тимочка, живой, живой, мам, там тернес, не смотри туда, живой, мам, ты куда полез, а, паршивец, куда? Да, сказано, к полю не подходить! Значит, вы, ребят, сапёры? Точно. Так это с того поезда, что на переезде заболевали? Ну да. Обживых много осталось? Вещатка полтора наберётся, кто руки, ноги уберёт, и того меньше. Это со всего эшелона? Ну да. Нам он, с мирного поезда, да? Да. Смотри-ка, волнуется, а у нас теперь педагог. Ну чё, с чего тебя научили, там самое лучшее. А девчонок-то этих, разминирование учить будете? Ну да. Не шуми ты, Полина. Мне сказали принёс, я и принёс. Говорят, всем, кому шестнадцать, ну или там пару месяцев меньше, холера их знает. Так ведь ей шестнадцать только в декабре. Мам, а зачем Леониде мины разминировать? Она же не умеет. Ты хоть помолчи. Она ведра с водой принести не может. То в колодце утопит, то ручку оборвёт. Ты посмотри на неё. Она из дома не выходит, всё в куклы играет. Нет, я буду в райсовете разбираться. Ну там, говорят, учить будут. Скажут, как открутить, там повинтить. Ты же мне сам похоронку на мужа принёс. А теперь они хотят, чтобы и сестру... Не каркай, Полина. Пойду я. Мне ещё умейте их выслушивать. Лен, принеси водички, а? Пойду. Лен, принеси водички, а? Лен, принеси водичка. Лен, принеси водичка. В這裡 – 52-го, 52-го, 53-го. Давай науки! Команда! Тон река, Тон-30 трамолета противника. Тон, 1-з форм, 1! Приехали! Смотри, не улети, давай, командир! Не улетим! Добро пожаловать в отряд, умные глазки. Ну, а мне что скажешь, товарищ? Замуж пойдешь? Отойди, командир, зашиву. Есть. А без платочка... Чему я получу за 70 часов? Опытные взрослые бойцы подрываются, а тут еще и этот Петрушка. Она встает. Будешь так учить, чтобы у тебя ни одна не подорвалась. Ясно, товарищ капитан, смертно. Сестренки будешь? Внимание, товарищи! Нас почтила своим присутствием замечательная актриса современности. Карточку подпишите? На таких любезников карточек не напасешься. С инструментом поаккуратнее. Ну, быстрее, чего как медленные? Мама, Ленка тоже должна идти в Мину разминировать. Можно я с ней буду ходить на занятия, помогать? Мам, можно? Митина! Встаньте в строй. Пойдемте. Не бойся, пойдемте. Голанова! Голанова девичья в замужестве Иванова вот. Встаньте в строй. Пойдемте. Пойдемте. Комарова! Чего? Ничего! Халер тебя забери! Пойди отдай документы и встань в строй! Лидия! Встаньте в строй. Руки убрал. Ладно. Так, а ну-ка, блин. Оставь назад, ножичков побольше будет. Куда? Встать в строй! Вы чего так кричите, товарищ командир? Сейчас она придет, ей очень нужно. Цык, малая! Валера, вас забери. Лидка, закрой, закрой варежку. Все, бабы, слухать командира. Товарищ командир, извините. Вы продолжайте, они теперь спокойные будут. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ командир! Я, майор Дорофеев, командир нашего будущего саперного отряда. Мало победу ждать, как говорится, надо победу взять. Поэтому перед нами поставлена трудная, но необходимая для нашей Родины задача. Очистить поля от мин. Призванные из других городов и сел нашего района будут размещены по избу местных жителей. Вопросом расселения займется... Лид, а давай ту, ту красивую возьмем. Обучение начнется с завтрашнего дня. Я отвечаю за политобразованность отряда. Вам предстоит за 70 часов изучить саперное дело. Занятие было проводить инструктора лейтенант Цветков и ваш взводный капитан Смирнов. Льва из мин, с которыми приходится встречаться при разминировании местности, состоит из корпуса, взрывателя и заряда взрывчатого вещества. Корпус мины может быть самой различной формы. Круглый, четырехугольный или какой-либо другой. Чаще всего встречаются корпуса, состоящие из металла или дерева. Но иногда встречаются мины с корпусами, изготовленными из бетона или прессованной бумаги. При разминировании могут встретиться противотанковые или противопехотные мины, мины замедленного действия, а также мины-сюрпризы. Мины, установленные в земле или снегу, лучше всего искать щупом. Щуп представляет собой двух-трехметровый шест с прикрепленным к нему железным наконечником длиной 30-35 см. При работе с щупом его нужно держать наклонно и плавно втыкать наконечник в землю через каждые 8-10 см от себя, на глубину около 12-20 см. Выносливость и силовая подготовка саперу необходимы для работы с тяжелыми боеприпасами, которые после обезвреживания необходимо вынести с поля. Каждый боец должен твердо знать, что ему полагается делать и в какой последовательности. Во время работы необходимо поддерживать строгую воинскую дисциплину. Ни в коем случае не разрешается обезвреживать мины, устройства которых бойцу неизвестно. Начнем, пожалуй. Вот. Я же ее раздобыл. За последний месяц наша доблестная Красная Армия успешно повлекалась вперед. К работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов могут быть допущены лишь достаточно подготовленные лица, изучившие устройствами, технику безопасности, желательно симпатичные, кореглазые, черноволосые и кудрявые. Немцы часто используют противопехотную шрапнельную, так называемую прыгающую мину. Корпус мины металлический, имеет форму стакана, высота около 14 сантиметров, в диаметре около 10 сантиметров. После срабатывания взрывателя огонь попадает на вышибной заряд, расположенный внизу мины, который выбрасывает ее из земли. На высоте 1,5 метров от земли мина взрывается. К взрывателю натяжного действия привязывается тонкая проволока или шпагат. А другая сторона тонкой проволоки или шпагата прикрепляется к вбитому в землю колышку какому-либо предмету или растению. Вы, Иванова, например, куст. Нужно иметь в виду, что шрапнельная мина срабатывает через 4-5 секунд после того, как человек наступает на проволоку или на взрыватель нажимного действия. Случайно, попав на шрапнельную мину, сейчас внимательно, и услышав, услышав характерный звук, нужно немедленно лечь на землю головой в сторону от звука. Стой! А вы, Иванова, труп. Еще раз повторяю, команда для сапера стой означает немедленно лечь на землю и закрыть голову руками. Понятно? Да. Понятно? Да. Давайте. Ну, и оттуда зырявость давайте. Давайте, давайте. Да я сам, что я? Ну, Алексей Феоргиевич. Да когда вам-то? А бабы, они привычные. Музыка. 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 Ух, крикливый же, Эд Смирнов. Наорал опять. А я сроду ничего такого подобного усвоить не могла. Ну, мое это. Вот руки после таких занятий и трясутся. Как такими играть? Да не умная я. Я бы не знаю, что это хозяйство взрывное. Но нельзя не знать. Здравствуйте, барышни. Марья Ивановна, можно вас на секундочку? Иду. Я пойду. Ну, поесть. Я потом поем. Хорошо? Ты же на гитаре меня обещала учить. Тимочка, ну я потом научу, ладно? В другой раз. На. Держи. Ну, пойдем. Пойдемте. Как вам учеба? Ну, ничего. Чемодан. Цапля. Да нет же, вон ручка. Это не ручка, а нога. Хотите, я вам погадаю? На чем? На облаках я погадаю. Вон ваше облако. Это большой белый... Бегемот? Почему? Это рояль. Ну, какой же это рояль? У вас, наверное, глазки уже устали. Марья Ивановна. А вы их закроете на секундочку? А когда откроете, то поймете, что это рояль. Это значит... Это значит, вы будете самой известной актрисой. Доброе утро. Тогда в списке служба идет. Ты учишься? Молодец, молодец. Ничего, Смирнов. Сегодня последний день твоих учений и мучений. Они на поле завтра не пойдут. Они не готовы. Вы что, не понимаете, что мы не можем их туда выпускать? Кто мы такие, чтобы их убивать и калечить? А это не тебе решать. Не ты их призывал. Твое дело было учить. А истерики твои дела не помогут. Так что давай, приводи себя в порядок, через 10 минут построения. Алексей Федорович, можно к вам? Доброе утро. Доброе. Алексей Федорович, белишко свое заберите. Все чистое. Вот, дырочку заделали. Спасибо, Федорович. Что это вы делаете? Подрими на руках. Не стоит, товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант, определенные навыки у вас уже есть. Но с минами играть не стоит. Можно доиграться. Класс, садитесь на места. Вы уже знаете, что завтра у вас первый рабочий день. Поэтому сегодня снова мы вернемся к тому, с чем вам придется сталкиваться в первую очередь. Речь пойдет о взрывателях. Помимо установки основного взрывателя, также существует установка бокового и донного. Сами по себе взрывателя могут быть минный упрощенный муф, срабатывающий при выдергивании чеки. Следующий взрыватель МВ-5, срабатывающий при нажатии на колпачок. Вот так. Лейтенант Цветков, тишина! Зайдите в класс. Пожалуйста, продолжайте урок. Спасибо. Итак, кто сможет рассказать о взрывателях? Я. Комарова. Что? Взрыватели. Взрыватель содержит в себе небольшой снаряд. Сам по себе... Простите. Не снаряд, а заряд. Да, я поняла. Да, простите. Ничего, давайте сначала. Взрыватель содержит в себе небольшой снаряд, так как служит... Детонатором. Детонатором. Деканатором. Взрыватель содержит в себе небольшой снаряд, так как служит... Детонатором. Детонатором к основному заряду Сам по себе взрыватель особого вреда причинить не может Но в контакте с миной может произойти взрыв Со взрывателем нужно обращаться крайне осторожно Так как при выдергивании чеки или нажатии на колпачок Взрыватель может взорваться А выключенные взрыватели с поля Стоит уносить в специальных коробках или корзинах Ни в коем случае нельзя класть взрыватель в карман одежды Ну, почему? Простите, дальше забыла Садитесь, Комарова, правильно Самое главное Ни в коем случае нельзя класть взрыватель в карман одежды Товарищ капитан, подойди Проводи уже, что ты их мучишь? Капитан, выполняйте Они готовы Сегодня опять может кто-нибудь погибнуть Успокойся, готовы, все они знают Цветков тоже знал Я тебе еще раз повторяю, это была случайность, разберемся с этим Вот когда разберемся, пусть тогда и выходит Свободен, без тебя справятся Товарищ командир, извините, пожалуйста Посмотрите на Марусину, на Городецкую Понимаете, она вчера после Цветкова Понятно, вот пускай Петровичу помогают Три дня дежурят в прохоз части Спасибо Все, иди, иди к Петровичу Все, Петровичу Машенька, иди сюда, иди Иди, помоги Отряд, внимание Напоминаю, в целях вашей безопасности Расстояние между вами Должно быть не менее пяти метров Расстояние между вами Расстояние между вами Расстояние между вами Все в порядке? Я не знаю, я не помню, я все забыла, вы говорили Вспоминайте, что нужно делать После вывинчивания основного взрывателя Убедиться в отсутствии ловушки Донова или Дополнительного бокового взрывателя Правильно, молодец Ну, видите, вы все помните Приступайте Дополнительного бокового взрывателя Осторожней Осторожней Вот, не бойтесь Не бойтесь Вы все правильно делаете Такого сапера еще поискать надо Спасибо Получилось и не взорвалось Я вот все думаю Как же так с Сейей не случилось Ты знаешь, если бы это не случилось с ним Это могло произойти с кем-то из нас Сколько раз мы их в руки у доски брали Или со Смирновым это могло бы случиться Ставьте здесь Так, сюда ставьте Это со Смирновым и случилось Пускай Он специально его принес Ну, ладно тебе Не говори так Откуда вообще взялся этот взрыватель Девчат Может, у кого что-то старое есть А тут О, глядите Ты к Петровичу подойди Он починит рукастый А, ага Девочки, помочь, может, вам? Ага Так, трогайся Девочки! Девочки! Девчоночки! Подъем, холера вас забери! Тише! Уходи! 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 Уходи, говорю, тише! Детей разбудите! Девчонки вам, и все! Присаживайтесь Товарищ Иванова, да? Ага Ну, и что вы можете сказать Случившимся первого июня Даже не знаю Все началось, как обычно Мы Проходили, то есть Повторяли взрыватели И Цветков Сначала начал с минами играть Подкидывал их А потом Смирнов пришел А вы взрыватель когда появился? Взрыватель? Да Взрыватель это потом Когда Цветков Маруси букетик подарил Какой букетик? Из цветочков Он в окно влез, чтобы подарить Кто влез? Цветков или Смирнов? Нет Смирнов в дверь вошел Цветков тоже А потом только в окно Зачем? Ну, чтобы букетик подарить Знаете, давайте мы сначала сейчас все начнем Сначала пришел Цветков Потом Смирнов А потом опять Цветков Смирнов-то другой А вот В эту городскую Сеня сразу влюбился Так бы сразу сказали А то первое июня Цветков Это веселый такой, рыженький А Смирнов темненький Сердитый Но умный А так Мы зашли в класс, как всегда А он тут веселиться начал Фокус показывать Прямо на уроке Кто? Смирнов Цветков Смирнов А они разве не оба в классе были? Ну, сначала один Потом другой Ну, с промежутком Может быть пять минут Может быть три Там Сколько прошло Минут До прихода Смирнова? Я не помню Минут десять-пятнадцать Я точно помню Ну, три Ну, четыре Не больше А где же он взял этот взрыватель, а? С собой принес Со стола Ему Смирнов Да Ну, то есть не в этот В следующий раз Я вас совсем, да, запутала Давайте вот, хорошо Давайте сейчас мы иначе вопрос поставим Где Цветков взял взрыватель? Ну Товарищ, уважаемый следователь Вот чайку горяченького вам Чайку, ладно? Спасибо Я вас, Маруся, городецкая она А Цветков-то парень ее был Может, ее попозже вызовите Идите Оба Моженька Пойдем Пойдем потихонечку Где Цветков взял взрыватель? Он взял его со стола Из ящика с учебными минами Так он у него в руке всегда был Да, ну Что он всегда с собой этот взрыватель носил, что ли? А что вы кричите на меня Я Цветкова взорвала? Нет, ему Смирнов дал, чтобы Цветков нам показал Так каждый день делаем Кто-нибудь показывает другим Ну, только не взрываемся, конечно Ну, и что? Какие отношения были у Цветкова со Смирновым? Гребкие? Дружественные отношения? Командиры с подчиненным Они все время ругались Но он же не поэтому дал ему этот взрыватель? Скорее всего, несчастный случай Нет, он на это не способен, мне так кажется Чего? Это десятая А у Клавкиных девчон 12 Ничего, Петрович Тише Едешь, живее будешь Вот, все понятно и просто Это у вас, а мы чем все понятно А у женщин все по-другому На поле комаров нет мужчин и женщин Есть саперы и мины Товарищ капитан Не двигайся Алексей Федорович Вот следователь вызывает В машину Сейчас буду Тебе что, жить надоело? Простите, пожалуйста Фиксируй Дальше сама И аккуратнее, Комарова Ну вот, спасибо Ну вот, какая симпатичная Жена? Да не Сестра С умяшкой Подпишите Капитан Смирнов Вызывали? Вер Вер, иди сюда Смотри, штука какая А? Подожди, не трогай Я сейчас командира позову Говорят, у вас были конфликты С лейтенантом Светковым А из-за чего? Вы считаете, сейчас подходящее время для допросов? Я на поле нужен У них второй день Ну да, ну да, конечно Но Вы не отрицаете, да Что у вас С Светковым были Не самые дружеские отношения Возьмите А чего мне с ним дружить? Жаль, конечно А вы что можете сказать О майоре Дорофееве? Мы с ним не особо общались Вставать капитан, вставай Там Синица У него снаряд какой-то С взрывателем Мы такой не проходили Не трогай Оставлю на меня Дорофеев Не трогай Отряд, стой Мамочка Любка! Всем! Собраться в расположение! Панцевать всем! Приказ танцевать был! Сейчас стоим! Ну-ка, стоим! Ну-ка, заводят, я говорю! Веселый Петрович! Веселей, веселей, Петрович, давай! Встаю! Давай, бедем! Девочки, встаем! Мы сидим! Шурочка! Девочки, встаем! Надо танцевать! Надо! Петрович, играй! Играйте! Играйте! Вставайте, вставайте! Ну-ка, бежим давай! Танцуем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Что вы здесь делаете? Товарищ капитан, она не виновата. У нее просто была истерика. Вы понимаете, Люба Синица, она была нашей подругой. Истерика сейчас у вас, Иванова. Уходите отсюда. Для вас давно прозвучала команда «Отбой». Вы поняли меня? Уходите отсюда. Выполняйте. Полина, где ж ты была? Да я всю ночь бегаю, тебя по деревне ищу. Это ты где выгуливалась? Я чуть не умерла со страхом. Что же я наделала? Что же будет теперь, Полиночка? Он после того, как тебя выгнал, заставил меня умыться из кувшина и на склад повел. Я так испугалась. Кричала, не надо меня расстреливать. А он мне рот закрыл рукой и дальше тащит. Потом я подумала, а если он меня не расстреливать ведет, а еще чего? Ну и чего? Ничего. Выдал мне на складе подушку с одеялом. Запер, сказал, спи. Ну, а ты? Спала. Замерзла только очень. Утром Смирнов пришел, открыл. Сказал, иди умойся и на построение. Сначала Цветков, теперь Смирнов. А если этот взорвется, что делать будешь? За Дорофеева примешься? Или за Петровича? Ты что? Ты что, Полин? Да я целовалась-то всего два раза в жизни. Я же правду говорю. А что они теперь сделают-то? Стрелять будут, да? Знаем мы вашу правду городскую. Ладно. Собирайся. Пойду посмотрю, что там. Через час построения. Доброе утро. Доброе утро. Так ведь он без фуражки был. Доброе утро. Убили! 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 Ну-ка, осторожней! Ну-ка, место дайте. Дадите. Клади его. Клади его. Я сейчас. Товарищ Кириллов. Товарищ Кириллов. Товарищ Кириллов. Ну-ка. Товарищ следуйте. Ну-ка. Товарищ Кириллов. Всё, 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 всё. Ещё водички, да? Ещё, ещё давай. Давай. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А какое топление у вас дома? Батареи. Тяжёлые такие, чугунные. Ну, попробуйте ещё раз. Попробуйте. Как же вы справились вчера? Я же говорила, что, когда я пришла вчера, уже догорела печка. Вот, нехитрое приспособление. Вот, смотрите. Заслонка. Попробуйте ещё раз. Ну вот, воздух создаёт тягу, и пламя разгорается быстрее. Вы свободны. Дальше я сам справлюсь. Попробуйте. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Товарищ капитан Она сейчас взорвется Забри, не двигайся Забри Только не двигайся Боек, наверное, заржавел Будем взорвать на месте Медленно отходим В том направлении Отряд Медленно отходим на безопасное расстояние В том направлении Будем взорвать на месте Я сказал, отходим Субтитры подогнал «Симон» Девочки Товарищ командир Иванова, уснули там, что ли, а? Пошли Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Я все ждала, ждала, а теперь его нет. У моего мужа есть только маманга, обезвещение, и написано, что пал смертью храбрых. Я так долго не могла поверить, что его нет. Так страшно, что я теперь хочу в это верить. КОНЕЦ 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 Чего-то не спится. У тебя все хорошо? Знаешь, мне кажется, будто наше поле живое. Вот раньше оно все пшеницей засеяно было, жизнь хлеб приносила. А теперь люди сами, своими руками, в него вложили то, что смерть приносит. Поле само выбирать стало. Вот говорят, что кто-то прям на дороге подрывается, а другие через все поле пройдут, так и не узнают, что оно минное. А тебе как кажется? Сказки все это, Марусь. Не может войну придумали. Вот фашисты пусть и подрываются. Наста. Наста чего трогает? Поле оно и есть поле. Земля. Поле все равно, свой ты или чужой. Ему люди нужны. Пойдем в дом. Дябка тут. И комаров тьма. Не двигайся, стой где стоишь, а то стрельну. А ты кто такой будешь? И почему оружие на офицера поднял? Я Тимофей. А ты кто такой? И почему с моей мамкой целишься? Ты сын Полины? Да. А еще я папин сын. Ты зачем моей мамке голову морочишь? Можно сесть? Ну, садись. Слушай, Тимофей, убери-ка эту винтовку и давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Я тебя понимаю. Ты за свою маму боишься? Я бы на твоем месте тоже переживал. Но даю тебе честное слово командира. Что твою маму я очень люблю. И хочу на ней жениться. А ты точно не обманешь? Понимаешь, у меня кроме твоей мамы больше никого нет. Вот сам и подумай. Буду я ее обманывать? Ну ладно. Смотри тогда. Ну а если вдруг чего, я тебя убью. Ну, а пока отдай-ка винтовку. На время, пока не вырастешь. Приказ старшего по званию. Приказано. Приказано. Разlier. Приказано. 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 Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты как с боли ушел? Да я сейчас вернусь Я поцеловать тебя не обратлю Сумасшедший Иванова! Полинка! Чего? Ты где? Тут я А, ну чего ты тут возишься? Халер тебя возьми Там на поле упади Тебя заждалися Давай, заканчивай и иди на работу Иду, иду Иду, иду Ну что сидишь? Притихло Ну как дела? Получается? Да Я уже три штуки сама обезвредила Вы когда ушли, у меня у одной предохранителя обломался Так я не испугалась даже И что ты сделала? Ногой юпнула Я бы шутила У меня просто гвоздики закончились И я вместо предохранителя шпильку для волос засунула Вон лежит баклуша какая Правильно Зовите, если будет нужна помощь А с саперным снаряжением Внимательнее будьте Вот, возьмите Угу, спасибо Это я только сначала боялась А потом даже смешно стало, интересно Знаете, как грибы белые ищешь Только когда нащупаешь Так внутри все сжимается Как на экзамене Товарищ командир Ну что вы мне под руки смотрите Вот хотите, идите сами свою мину Найдите ее и разминируйте А это моя бетонная Фиба какая Разлеглась Давай, с капитаном, надо все в порядке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вон ваше облако Это большой белый рояль У вас, наверное, глазки уже устали А вы их закройте на секундочку А когда откроете, то поймете, что это рояль Это значит, вы будете самой известной актрисой Маша Лена Маша, Коля Миша Света Галя Как живая она Живая Но руки оторвало Я им в глаза смотреть не могу А ты-то здесь при чем? Ты, что ли, этим мины закладываешь? Да и не я учить должен был И уж тем более не ты Но прислали по никого другого Что бы изменилось? Ну, может, никто бы не подорвался? Каждый должен заниматься своим делом Да я вижу Учитель Маша, Коля, Миша Света, Галя Вера Итюбаша Петрович Вера Маленькая Большая Елена Итюбаша Вот. Чем богаты, тем и рады. Мам, ты только Ленке и Маруся оставь, ладно? Мам, а Марусь скоро придет? Мам. Маруся в город отпустили. А вещи? Мам, она же ничего не забрала. Я письмо допишу и с вещами отправлю. Ей срочно надо было. Она просила передать, что тебе гитару свою дарит. Мам, ты пока не отправляй. Я тоже дорисую и отправим. Тим, а Ленка где? Ленка собрала кукол и ушла перед вашим приходом. Лена! Лена! Вон она! Вон там! Лена, стой! Стой, на месте! Не двигайся! Стой! Замри! Тридцать семь лет живого, а такого не видел. Все третые войны с ума посходили. Даже дети. Вам же вроде за сорок, товарищ майор. Ну, чего стоишь? Пошли, пошли. Живая, слава богу. Пошли. Да. Лена, что ты здесь делаешь? Чудо, что ты не подорвалась. А наша пуля живым стала? Раньше оно пшеницей засеяно было. Хлеб давала. А теперь люди сами вложили в него то, что смерть приносит. Я хотела куколу ему отдать, чтобы она больше никого не забирала. Чтобы никто не умирал. Я всех сделала. Петровича, Полину, Марусю, вас, Женьку маленькую, большую. Петровича, тетю Виру, тетю Катю. Я только себя забыла. Я хотела поле кукол вместо людей отдать, чтобы она больше никого не забирала. Яночка, дночка, ты куда пошла? Ты ж взорваться могла. Да тянешься, все. Скорей на печку греться. Я хотела ему всех поколадать, чтобы она больше никого не забирала. Я ведь все всех делала. Все, все, все. Все, все, все. Пойдем домой. Все, успокойся. Я только тебя забыла. Пойдем домой. Я все сделала. Тише, тише. 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 Тише, все, иди. Что ты так смотришь? Запомнить тебе все хочу. Зачем меня запоминать? Я же вот рядом. Полина, давай завтра распишемся. Ну, чего мы все по кустам прячемся? Мы же взрослые люди. Я, я ее Тимофееву уже сказал. Выходи из меня. Ну, я иди сюда. Продолжение следует... КРИКИ 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 Ну, видать, досталось, заренел. Ну что? В поле сегодня не идем, вымножьте на выходной. Слева разойтись. КРИКИ КРИКИ Товарищ Спирнов! КРИКИ КРИКИ Сходите, разберитесь там на складе. Кого у Петровича? У Петровича, где картошка? Где попсы с прокладанками? Отчет давать надо! КРИКИ УДАЛОВ КРИКИ КРИКИ Продолжение следует... УДАЛОВ КРИКИ Поехали. 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 Пленьки оставлю, а то она еще на печке дрехнет. Поехали. 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 Звезды, да. А можно я твой шлем возьму? Я к Витьку только на минутку. Товарищ капитан, может быть, вы пообедаете, пока горячее, а я за вас подежурю. Спасибо, Лидия. С удовольствием. Какая у вас прическа сегодня? Вам идет. Спасибо. Я не знала, что вы нас по именам всех запомнили. А то вы все. Комарова, Комарова. Не прав. Исправлюсь. Ну, я скоро. Полина. Ты прости меня. Не написал, что живой. Когда ранили, думал, не выживу. Выжил. Орден дали. Домой хотел приехать неожиданно. Чтобы радость была. Вот тут я... Ну, на совсем... Комиссованный. Вот только это убери. Петрович, ну, наконец-то! Петрович! Полина? Нет, мамка больше не придет. Ты к нам больше не приходи. К нам папка вернулся. Какой папка? Мой папа. Он танкист. И у него орден Красной Звезды есть. Он на совсем вернулся. Играет музыка. Играет музыка. Доброй ночи. Чё не сменилась-то? Подумать надо было. Да? Это о чем же? О том, как... Как же ты так можешь жить спокойно? Спать. Много ты о моем спокойствии знаешь. Я тебе, дурака, хочу жизнь заставить. Зачем? Ну иди, подыхай в свой штрафбан. Из мешка картошки. Что ты видел? Ты видел, как людей, словно скот, на бойню гонят? И каждый из них только и мечтает о таком шансе, который тебе жизнь подарила. Не получается новую жизнь с вранья начинать. Надо было оставаться на передовой. Они лезть в чужую шкуру здесь. Ты смотри, воде по горлу, а пить просит. Ты здесь больше пользы принесешь, чем там в роли мяса. Я рядовой сапер, а не инструктор. И все смерти, которые здесь... ...произошли. На моей совести. А там, в поезде, ты думал о совести, когда чужие документы брал? Думал. Думал, что мертвым уже не помочь. Вот. Так иди их живым, помоги. Девчонкам этим. Ты сейчас нужен. Им нужен капитан Смирнов. Они вор и трус. Дурак. Знаешь, все? А она? Уходи. Все, хватит. Не говори больше ничего. Живи, евреи. Не беспокойся, я тебя не буду. Иди. Пожар! Пожар! Скорее! Склад горит! Скорее там Смирнов! Скорее! А ты не мать! Куда прете? Ну, назад все! Аминь! Да, Смирнов! Да, Смирнов! Человек! Скорей, ты же заживо! Его там человек! Человек там! Стой! Куда? А ну, сгореть! Присходит! Моё трагерь! Куда вы его? Бабы! Стоять! Стоять! Давай, ведущим богарь! Подожди-ка! Там, живой, господи! Подожди, Петрович! Подожди! Егорушка, подожди! Все за деревня! Влетит тебе, летели! Давай, товарищ Бальбург! Пробевай! Я прошу тебя, уезжай! Прямо сейчас уезжай, я тебя умоляю. Уезжай. Я уеду. Я уеду. Я хочу, чтобы ты знала, что все, что было у нас, это правда. Это правда. Егор, он уедет. Правда, это была ошибка. Этого больше не будет. Чего не будет, а? Трогай ее. Нет! Егор, не надо. Я тебя прошу, не трогай ты его. Ой, я умоляю тебя, пожалуйста. Это была ошибка, правда. Это как затмение. Он не виноват. Алина, скажи это мне. Скажи мне, и я уйду прямо сейчас. Полина, иди домой. Иди домой. Скажи мне. Иди домой. Полина. Иди домой. Дымой. Может, все-таки объясните, что происходит? Василий Игнатьевич Матвеев. 1909 года рождения. Рядовой штрафного батальона. Это вы о чем? Ну, майором Дорофеевым, наверное, быть приятнее. Хотя жена майора не признала вас, своего мужа, когда приезжала сюда. Убил, присвоил чужие документы, чужое имя. Да никого я не убивал. Просто взял документы погибшего. А погибших там было достаточно. После прямого попадания в вагон. А чем он Смирнов-то помешал? Что, боялись, что он вас узнает? Ехали с ним в одном поезде. Смирнов сюда инструкторам. Вы на передовую. В штрафбат. Стой! Полина, остановись! Полина! Остановись! Полина! Цветкова жалко. Мальчишку жалко. Зря погубили инструктора. Зря. Так что ж вы сразу меня не остановили, если все знали? Так надо было все проверить. Стой! 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 Стоять! Стоять! Сказал! Мама! Ну что, все правильно рассказал? Почти. Все, кроме главного. Я ж не один бежал. Двое у нас было. Вместе бежали. Вместе документы брали. А кто с вами был? А это не важно. Он погиб. Вместе с ним не зря. Сейчас я... У меня ребенок будет. Подсоветского информбюро Войска 1-го Белорусского фронта Под командованием маршала Советского Союза Жукова При содействии войск 1-го Украинского фронта Под командованием маршала Советского Союза Конева Завершили разгром берлинской группы немецких войск И сегодня 2-го мая Полностью овладели столицей Германии Борусского фронта Советского фронта Советского фронта Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова